Несколько лекций в японских университетах о преступлениях азербайджанского режима. То есть, грубо говоря, ракета выстрелила туда, я туда прилетел. Оттуда ракета выстрелит, например, в Австралию. Я сейчас веду переговоры, я окажусь в австралийском парламенте, где тоже буду рассказывать о том, как меня били, пытали в Азербайджане, потому что я еврей по национальности. То есть, прикол заключается в том, да, действительно, это информационная война, и, ну, скажем так, даже трудно сказать, что важнее, информационная война или танки на поле боя, они важны в равной степени. Просто они выполняют разные моменты. Это как раз гибридная война. Это все на одном уровне важно. Фактически да. Ну, то есть, представим так, что вот если какой-нибудь армянин, житель Арцаха, там беженец, например, едет куда-нибудь, ну, куда-нибудь в Европу, да, и рассказывает, как азербайджанцы устроили геноцид, как выгнали всех арцахцев и так далее, к нему отношение будет скептическое. Просто потому, что он участник конфликта. Логично, что армянин будет говорить плохо про азербайджанцев, потому что у вас конфликт, у вас состояние войны, де-факто. То же самое, если, вот я часто слышу от азербайджанских оппозиционеров, со многими из которых я поддерживаю контакт, они отличные образованные ребята, и я надеюсь, что придет день, когда алиевский режим, в общем-то, будет уничтожен, и эти люди займут место там. И будет памятник жертвам алиевского режима, где будут захоронен прах тысяч простых азербайджанцев, уничтоженных режимом Алиева, за несогласие с критикой режима. Но это так, это все в теории. Так вот что я хочу сказать. Вот эти азербайджанские ребята, оппозиционеры, они мне сами рассказывают. Ну, вот ты представляешь, мы сами беженцы из Азербайджана. Мы прекрасно знаем, что алиевский режим уничтожает в первую очередь даже не армян, а собственный азербайджанский народ. То есть алиев, он враг в первую очередь собственному народу Азербайджана. Но мы, когда приходим в серьезные кабинеты в Европе, в Америке, нас не особо как слушают. Ну, потому что мы азербайджанцы. И нас рассматривают как людей, которые, ну, видимо, имеют какой-то свой интерес. То есть нам не нравится режим Алиева, потому что мы хотели бы быть поближе, так сказать, к тарелочке, с которой раздают всякие плюшки, но нас туда не допускают. И поэтому не объективно. И по этой же причине, скажем, не очень хорошо воспринимают армян, которые жалуются на Азербайджан. По той же причине участники конфликта не могут быть объективны. Теперь, представляешь, после 30 лет конфликта между Арменией и Азербайджаном, появляются евреи из Израиля, которого зачем-то запытали в азербайджанской тюрьме, проиграли суд. То есть, понимаешь, никто не может мне сказать, что я что-либо выдумываю, потому что у него, пожалуйста, решение суда европейского. И вот у меня решение ООН. Есть решение комитета по правам человека ООН по моему вопросу, где Азербайджан признан виновным в незаконном аресте, в пытках и покушении на убийство. Нравится это азербайджанцам, не нравится, это абсолютно всем на это плевать. Но вот приезжает такой человек, как я, еще и с удостоверением журналиста. То есть, и в Европе, и в Америке журналист, израильтянин, которого запытали в мусульманском Азербайджане, это мученик. Это реально мученик. То есть, это полная дичь. Я даже не могу вспомнить других примеров. Вот как бы мы ни относились к путинской России, да, за все те преступления, что были совершены, я имею в виду Украину и все прочее. Но никогда не приходило российским силовикам в голову охотиться по всему миру за каким-нибудь французским, канадским, бразильским блогером, который что-то не так написал про президента Путина. И чтобы Путин за ним посылал свой личный самолет куда-нибудь в Рио-де-Жанейро, чтобы привезти его в Москву, посудить, заточить. Потом допустить на него нападение в собственной самоохраняемой тюрьме. Потом проиграть в европейском суде и в ООН, опозориться. И потом его же самого обвинять в том, что он провокатор. Но на это способен только азербайджанский президент. И я опять же повторюсь, что это не имеет никакого отношения к азербайджанскому народу. Но, собственно, это был их выбор. Да, я понимаю, что это мусульманская страна. И понимание демократии, скажем так, в странах христианской культуры мусульманской, оно разное. Не хочу сказать, хорошо или плохо. Но с нашей точки зрения, с западной точки зрения, Азербайджан – это диктатура. Но с их точки зрения, это нормальное устройство общества. Потому что в мусульманском мире нет ни одной демократической страны, где выборы происходят законно, без фальсификации. Например, как в Европе. То есть талиевы будут сидеть бесконечно. Сын, отец, внук – они будут сидеть бесконечно. Точно так же, как будут сидеть бесконечно диктаторы в Иране, где-нибудь там в Йемене, в Саудовской Аравии. Я еще раз повторюсь, это не хорошо и не плохо. Это просто устройство общества. И вот как бы непонимание между нами и ими, оно не лежит в плоскости территориальных споров, грубо говоря. То есть если азербайджанцы получат вот эту горку, то они сразу полюбят армян. То есть вопрос не в этом. Вопрос заключается в том, что они совсем другие. Это как две разных планеты. Это как были крестовые походы. Была конкистер и конкистер в Испании. То есть это абсолютно два разных мира, когда нет возможности в обозримом будущем найти какой-то консенсус. Но, по крайней мере, надо стремиться к тому, что холодный мир, он лучше всегда горячей ссоры. Смотрите на карту, увидите километров 10 в глубине Азербайджана. Такой островок армянской территории, который Азербайджан аннексировал и уничтожил там армянскую деревню, которая называлась Арцебашер. Кстати, в этой деревне несколько тысяч человек жило. Все они стали беженцами и в массе переехали в Бердский район. Значит, сегодняшняя территория Армении. Вот этот армянский анклав, Арцебашер, он равен по площади всем азербайджанским анклавам вместе взятым. То есть он один, но он большой. Но, естественно, Алиев не собирается его вам возвращать. То есть Алиев требует вернуть его анклавы, но ваши оккупированные он возвращать не собирается. Да, в общем-то, и Армения не особо как этого и добивается. По крайней мере, мы этого не видим. То есть, может быть, это где-то указано в документах, но, понимаете, мир, он любит или не любит глазами. То, что мы видим, мы понимаем. Если этого не видно, значит, этого нет. Есть еврейская такая поговорка. Если вас не слышно, значит, вы умерли. Вот вдумайтесь, если вас не слышно, вы не заявляете о том, что ваши права нарушены, значит, вы умерли, вы уже труп. А если вы труп, что с вами возится? Так Азербайджан вот сейчас будет использовать вопрос от этих анклавов как основание для новой агрессии. А знаете, что произойдет, если азербайджанцы захватят вот эти три перечисленных анклавов, ранее перечислены? Ереван, де-факто, будет отрезан от Сюника. Там останется всего одна дорога через Силимский перевал, которая зимой труднопроходима. Она очень узенькая, и там снег лежит. Чего это? Весь Сюник и обеспечивать, значит, транзит фур из Ирана через Силимскую дорогу невозможно. Я просто не пройду. Кроме того, будет блокирован город Берт в Тавуши. Там, в принципе, остается одна очень плохая разбитая полугрунтовая дорога, которая ведет через Чамбарак. Я там, кстати, как-то ездил. Он абсолютно все разбитый. Но, во-первых, это в два раза больше ехать. То есть, вместо примерно 140 километров, если не ошибаюсь, от Еревана по нормальной дороге, вот там объезжать будет примерно километров 200. Причем дорога еще плохая. И будет блокирована важнейшая дорога между Ереваном и Тбилиси. То есть, между Ереваном и Тбилиси на самом деле две дороги. Одна ведет через Ванадзор и Лаверды. Одна дорога ведет. И вторая дорога ведет, собственно, через Новембирян и через Ереван. Причем вот эта дорога, она более важная, она шире, она удобнее для фон. И, соответственно, если Азербайджан эти анклавы захватят, то Армения потеряет фактически главную дорогу на Тбилиси. Не единственную, но главную дорогу на Тбилиси. Будет отрезан, значит, отрезан город Берт. И будут большие проблемы связи между Арменией и Сюникам. И перезадается вопрос, зачем это нужно Азербайджану? А нужно ему за тем, чтобы навязать Армении мирное соглашение на невыгодных для Армении условиях. То есть заставить Армению отказаться от любых претензий на Арцах, вынудить армянскую сторону заявить и подписать, что никакого геноцида в отношении Арцахских армян не было. И также заставить Армению признать, что оккупированные азербайджанцами в сентябре 2022 года армянские земли в районе Джермука, Севлич и Вериншорджа, это также якобы территория Азербайджана. И еще целью Азербайджана, совместной, кстати, с Россией является подавить в Армении любые попытки уйти от российского влияния. И, соответственно, навязать охрану армяно-азербайджанской границы. Слушайтесь, армяно-азербайджанской. То есть, вот там, где был Карабах, теперь там по плану российско-азербайджанской должны стоять российские миротворцы. Те самые российские миротворцы, которые по факту передали Арцах азербайджанским войскам. Теперь по этому же плану они будут занимать позиции между Арменией и Азербайджаном. Вы уж сами думаете, эти войска вас придут туда защищать или они придут какими-то другими целями. В принципе, это все, что я хотел сказать. Кстати, обращаюсь к читателям, я сейчас нахожусь в Европе, в довольно большой поездке, связанной как раз вот с этими вещами, с агрессией Азербайджана против Армений, с нарушением прав арцахцев, с фактически культурным и физическим геноцидом против армян Арцаха. Я сейчас нахожусь в Греции, где у меня как раз сегодня вечером будет встреча с местными журналистами, а потом улетает в Брюсселе, в Страсбург. Ребят, если можете поддержать финансово, я был очень-очень-очень благодарен. Как вы понимаете, я езжу исключительно за свой счет. Никакие министерства иностранных дел Армении или какие-нибудь фонды Сороса, или я не знаю там кто еще, мне никто не финансирует. Это моя личная позиция, потому что я считаю, что зло в лице Азербайджана просто должно быть наказано. Спасибо, ребят, реквизиты внизу. Пока.